Банки уходят в диджитал. По нашей ментальности мы, конечно, очень технооптимистичны. Невозможно расти так быстро, если ты не цифровой. Что-то может делать столько времени, а по ипотеке два часа. Победила молодость. Это прям суперкрутая роскошь. Уникальный продукт. Такого продукта не было ни в одном банке, ни в одном стране мира. Мы имеем сейчас операционные расходы в сет раз меньше, если не нужно. Надо авто сделать онлайн. И вот у нас в стране, видите, как-то низкая конкуренция на футбанковском рынке. Одновременно с этим продвинутые регуляторы. Какие основные вызовы вы видите для дальнейшей цифровизации? Чем больше данных, тем лучше компьютеры закупить, сеть протянуть, текучка, фроды, комитеты и тому подобное и так далее. Мы за этим уровнем успеваем. У нас порядка 30 стартапов. Не только крупные компании. Если вам лично почти ничего не принадлежит, то вы, видимо, не будем надужны. Все, что мы можем потребить, это, безусловно, все подпишет цифровизации. Всем добрый день. Я рад вас приветствовать. Меня зовут Рахим Ашакбаев. И это очередной выпуск Freedom Talks на тему «Банки уходят в диджитал». И сегодня у нас в гостях Айдос Жумагулов, советник-председатель Совета директоров Freedom Bank и постоянный хозяин этой площадки Тимур Турлов, CEO Freedom Holding Corp. Ну, друзья, очевидно, что Казахстан находится на достаточно таких видных позициях с точки зрения цифровизации, как и ГОВА, так и финансовой системы. И очень многие, кто путешествуют за рубеж, одно из первых таких обывательских впечатлений всегда у них о том, что их повседневные привычки пользования банковскими услугами, они не встречают там той реализации, в которой они уже привыкли здесь, в Казахстане. И мне кажется, не до конца отрефлексирована вот эта причина, почему диджитализация банковских услуг и в целом цифровизация, она заметно лучше не только в сравнении со странами нашей экономической весовой категории, но и сравнивая с передовыми странами ОСР, Европы и США. Тимур. Мне кажется, одна из главных причин заключается в том, что у нас, знаете, у нас очень небольшое наследие, технологическое наследие в том числе. Ну, там, как один из таких очень ярких примеров, процессинг Bank of America, если не ошибаюсь, кого-то из очень крупных банков, был написан еще в конце 80-х годов, их карточный процессинг, они до сих пор на нем работают. На самом деле, за последние там уже почти 40 лет ни один SEO банка так и не принял на себя ответственность за миграцию с этого процессинга, который невероятно легаси просто, но который все еще работает. То есть это феномен QWERTY, да, такой, инерция предыдущих технологических решений? Это сумасшедшая инерция, ну, как бы любая миграция, она потенциально может стоить банку потери очень существенной доли бизнеса, и все постоянно это откладывают, потому что, ну, как бы прилипчивость технологии, она очень высокая, они постоянно пытаются дорабатывать существующие решения, но не хотят рисковать на новый переезд. Мы с вами знаем прекрасно, что когда полностью меняется технологическая платформа, то часто это может стоить банку там простоев, сбоев, ошибок каких-то, и мы на нашем рынке это видели, когда крупные слияния происходили, это всегда огромные технологические вызовы для тех банков, которые через эти слияния проходят. У нас наследия здесь в этом плане меньше, есть и кроки, у которых появляется шанс начать вообще все с нуля, и в какой-то мере у всей страны есть шанс многие процессы строить с нуля, в том числе сервисы электронного правительства. Плюс мы, наверное, одна из самых молодых стран в... даже среди всех наших соседей. То есть по среднему возрасту мы одни из самых молодых, продолжаем молодеть, и по нашей ментальности мы, конечно, очень техно-оптимистичны, это истинная правда. Поэтому вот как бы одновременно достаточно маленький объем накопившегося технического наследия дает нам возможность сразу внедрять самые прогрессивные решения, зачастую гораздо раньше, чем их внедряют их же создатели. Ну и вот эти все факторы, которые потом просто говорят о том, что мы вообще гораздо более охотно и быстрее адаптируем новые технологии, и зачастую беремся за какие-то вещи, потому что у нас... нам меньше чего терять, и стоимость наших ошибок, она тоже гораздо меньше, чем у вот таких крупных банков на Западе. Ну и плюс, наверное, хоть наличие какой-то... каких-то доходов в виде природной ренты, которые поступали в страну и посачивались в экономику, и в итоге создался какой-никакой средний класс. Согласен. Согласен, безусловно. У нас много образованных людей. У нас, к сожалению, образование все еще очень элитарно, но тем не менее в нашей стране уже есть критическая масса крайне хорошо образованных людей, даже по западным стандартам. Их сильно меньше, чем хотелось бы, но тем не менее их многие десятки тысяч крайне хорошо образованных людей, которые сейчас в том числе как бы являются драйверами нашей цифровизации. Айдос, твоя версия? — Определенно есть особенности рынков. Рынок с точки зрения регуляторики, в том числе и эволюционного развития. Если даже Европу посмотреть, внутри различается. Это когда бенчмарк какой-нибудь искали, изучали. Разные страны, когда цифровую ипотеку запускали. И восточная и северная Европы, она более оцифрована, нежели западная Европа. Есть особенности с точки зрения регуляторики. Регуляторики — это свод правил, GDPR, который в Европе присутствует. И по защите прав потребителей, по персональным данным и так далее. Но есть другая история, о которой тоже нам надо говорить. Это вторая платежная директива, которая позволяет создавать такие классные истории, как «Револют», «Монза», «Н26», «Витмани» — мы это все наблюдаем. Поэтому есть особенности с точки зрения регуляторики развития рынков. В частности, можно еще отметить объем безналичных платежей в Казахстане и в странах другого мира. Вот у нас феноменально 80-85%. 80-85% — да. Я не знаю точно, какая сейчас цифра, но полгода назад было свыше 80%. А в Западной Европе какой бетчмарт примерно? Там больше наличность. Почему так тоже происходит? Потому что интерчейдж, комиссия карточная, которая шерится между банком и Квайером, МПСом и банком-имитентом, в Европе она зарегулирована. Регулятором. То есть есть предел 0,3%. В Казахстане, в других странах, например, это договоренность между международной платежной системой и банком. Банками, собственно. У нас она по некоторым премиальным картам достигает 2,2-2,4%. Что, безусловно, стимулирует развитие эмиссии карточного бизнеса, безналичных транзакций, токенизаций и так далее. Поэтому тут есть особенности, которые нужно учитывать. Есть такой феномен, его называют дилемма регулятора. То есть когда он регулирует традиционную отрасль, соответственно, он ее регулирует, и есть традиция ее регулирования. Появляются финтек-компании, которые не находятся в сфере регулирования, и в итоге они могут более динамично развиваться. И в итоге у дилемма регулятора, то есть ему надо, с одной стороны, дать возможность развиваться и традиционным отраслям. У нас в Казахстане эта дилемма регулятора в меньшей степени, по-моему, чем в Западной Европе, США. Вы знаете, тут вопрос порога входа скорее на рынок. Ну, то есть зачастую маленькие компании с маленьким масштабом бизнеса, они как раз более склонны к инновациям. У них нету как раз вот этого, вот их стоимость, их ошибки гораздо меньше, стоимость их наследия гораздо меньше. Им, в общем, по большому счету, там нечего ломать, нечего терять. И они могут только пытаться победить как раз в этой игре. В то время, как крупные банки пытаются хранить статус-кво в большей мере, и это как раз сдерживает сильный их объем инноваций. Как правило, вот на регуляторах пытались создавать такие облегченные лицензии для того, чтобы снизить порог входа, сказать о том, что ты можешь, имея относительно небольшой капитал, там, в единице или десятке миллионов долларов, ты уже можешь заниматься почти банковским бизнесом. Другое дело, что вот у этой концепции почти банковского бизнеса тоже возникают такие очень специфические челленджи, когда тот продукт, который ты делаешь, он тоже оказывается не вполне конкурентоспособным, потому что лицензия у тебя тоже неполноценная, и огромное количество услуг, которые действительно позволяют продукт монетизировать, ты, в принципе, монетизировать без этой лицензии не можешь. И это была такая как раз история, которая на Западе позволила многим компаниям, не имея ключевых для себя стримов, дорасти до достаточно большого объема, просто в силу того, что их лицензия была, с одной стороны, очень ограничена, а с другой стороны, они имели колоссальную поддержку со стороны венчурной индустрии, которая позволила им очень долго оставаться убыточными в своей бизнес-модели, не зарабатывать деньги, при этом продолжать расти просто за счет денег и инвестиций со стороны венчурных капиталистов. В Казахстане, на самом деле, порог входа меньше. Ну, то есть, у нас чуть проще, наверное, получить банковскую лицензию, чем в Европе в целом, хотя этот порог все равно остается достаточно высоким. Конечно, любые виды лицензий на отдельные виды банковских операций, которые можно получить быстрее и дешевле, с одной стороны, вообще позволяют многим компаниям родиться и многим гипотезам быть протестированными. С другой стороны, они почти всегда все равно требуют потом конвертации этой истории в банк. И самое страшное, когда ты уже стал достаточно большим, но еще не смог конвертироваться до конца, и тогда у тебя как бы расходы, как у настоящего банка, доходы как у ненастоящего. И вот очень многие просто вот эту долину смерти не успевают пройти, потому что даже конвертация из компаний с лицензией на отдельные виды банковских операций в компанию с полноценными банковскими операциями иногда может быть. В качестве примера такой компании можно назвать револют, британский финтек? Да, который в Британии все никак не может получить лицензию на осуществление банковских операций. Тем не менее капитализация уже 33 миллиарда долларов. Восточной Европе получил. Получил, да, Влад в Латвии свою лицензию. Они на самом деле сейчас в Великобритании, в Великобритании они, насколько я понимаю, была как раз последняя новость, что банк Англии не намерен одобрять их лицензию банковскую по ряду причин. Но да, если бы не было вот этого упрощенного режима, то, конечно, революта бы вообще не случилась. А сейчас-то полноценный розничный банк в Европе с огромным функционалом, который пусть и в Латвии на лицензию получил. Но и, на мой взгляд, конечно, это один из таких очень крутых примеров цифровизации вообще европейского банка. Безусловно, ребята, которые сделали очень многое, но так и не смогли стать достаточно большими, хорошими, не знаю, какими, стандартными для того, чтобы получить лицензию того же самого банка Англии. То есть они примерно на выходе из долины смерти? Несмотря на то, что они стоят уже десятки миллиардов долларов. Да, 33 миллиарда, по-моему, свыше даже. А сотни миллионов, а сотни необанков просто даже на первоначальном этапе все остались в зачаточном состоянии. Айдос, можно ли сказать, что сейчас, по сути, безальтернативная мейнстримная стратегия развития любого банка – это цифровизация, диджитализация услуг? Я не скажу, что это безальтернативная, но это точно тренд. Если ты хочешь масштабироваться, расти очень быстро, сокращать time to mark, делать какие-то кейсы за месяцы, а не за годы, то, безусловно, тебе здесь без цифры не обойтись. Плюс ковид нам всем показал, в том числе, почему сейчас и весь мир обращает внимание на цифровизацию, что в один момент оффлайна закрылись. Нужно было как-то оказывать услуги. Поэтому цифра – это будет основа для роста и масштабирования. Но если мы говорим про Freedom Bank, то очевидно, что вы, похоже, сделали ставку на разработку каких-то уникальных цифровых продуктов. Да, безусловно, у нас все продукты, которые мы запускаем, мы не запускаем продукты, которые мы не можем оцифровать. То есть нет у нас желания развивать огромную филиальную сеть, набирать, не знаю, строить кейс на 10 лет. Мы обычно строим свои прогнозы на короткие месяцы. И те продукты, плюс рынок с гофтехом, уникальным гофтехом, открытыми сервисами, это позволяет делать. Мы вкладываемся в эти продукты, идем в самый сложный продукт с точки зрения цифровизации. Эти кейсы сейчас уникальны. Не только в Казахстане, во всем мире нет таких продуктов. Цифровая ипотека? Цифровая ипотека, цифровой автокредит, которые родились здесь, в Казахстане, во Freedom Bank. Это история опять открытых сервисов гофтеха, но есть момент, хороший кейс, могу рассказать про как мы строили онлайн-оценку. То есть понятно, ты можешь сделать удаленную идентификацию. Весь рынок может сделать удаленную идентификацию в рамках сервиса, который предоставляет КЦМР. Ты можешь в сковоринг принимать онлайн, не принимать решение счета, открывать после идентификации. Но там есть залог. Почему ипотека очень трудно оцифровать? Это мы сейчас говорим про цифровую ипотеку. Про цифровую ипотеку. Тебе нужно выехать, посмотреть квартиру, оценить. И это занимает время, неделю. Обычно оценочная компания оценит одну квартиру за неделю. А когда мы задали себе целью, как сделать онлайн-оценку квартиры, то это вроде и простой был для нас, понятный, что мы там строили и знаем. И одновременно сложный вопрос, как объяснить рынку, регулятору, клиентам, строительным компаниям, что ты за одну секунду при вводе адреса недвижимости или кадастрового номера, за одну секунду говоришь, вот она столько стоит. Это финальная стоимость. Мы ее никогда не видели, мы не выезжали, нам не нужно фотографировать, смотреть, какой пол, кафель, я не знаю, там, санузлы и тому подобное. И мы сделали прям классный кейс, показали сравнение оффлайн-оценки от онлайн, чем они отличаются. То есть как раз у нас один клиент, один сотрудник банка купил квартиру за 22 миллиона тенге. Мы направили его в одну из оценочных компаний и попросили оценить квартиру. Ну что делает сотрудник оценочной компании? Он заходит на портал объявлений, берет три аналога, выезжает, делает фотографии, находит средневзвешенную, умножает на квадрат каких-то дискотирующих коэффициентов и оценивает. Оценил он ее в 18 миллионов. После этого, что мы сделали? Мы на этом портале создали порядка 30 фейковых объявлений, но с завышенной стоимостью. Не в 20 миллионов, а в 30, в 40. И через неделю ровно отправили нашего сотрудника в другую оценочную компанию провести всю ту же оценку, но другая оценочная компания. То есть происходят те же манипуляции, приезжает оценщик этой компании, но когда он идет на портал объявлений, он берет уже фейковое объявление и оценивает ее в 28 миллионов. То есть разница 7 дней. Один оценил 18 миллионов, другой оценил в 28 миллионов. Параллельно мы пропускали нашу модель, мы ее калибровали, верифицировали таким образом. В одном случае она оценила в 21 миллион 700 тысяч, но отклонение процент полтора было. Точность в 98-99%. Ваша модель на основе чего делает оценку? Инструменты? Нет, 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 абсолютно. Там много данных, то есть есть данные источники рынка, портал объявлений, есть данные с государственных сервисов, есть интеграции с сервисами OpenStreetMap, ToGIS, когда мы замеряем крышу или подвал. То есть наши данные сайтисты, прежде чем построить онлайн-оценку, они прочертили карту каждого города с особенностями. Высота гор, низ городов, левое бережье, правое бережье. Например, в Чемкенте там есть аномальные вещи, когда среди частных домов у тебя может высотка вырасти. Ты должен правильно по этой локации оценить эту квартиру, потому что там идет оценка жилых домов. Мы, собственно, заложили торговые центры, сады, дома, всю инфраструктуру. Мы построили свою меню-карту города с особенностями цен. Когда мы оцениваем квартиру, например, в Орбите, мы оцениваем квартиру, потом оцениваем все дома в Орбите, потом оцениваем весь Бустангский район, потом оцениваем всю Алмату, весь Казахстан. И так происходит по каждой заявке для того, чтобы убирать отклонения, дедубликации, фейки. Если меняется средняя стоимость недвижимости на рынке Казахстана, то мы понимаем, что она меняется по всему рынку, либо в частности в каждом городе. Нельзя обмануть математику или цифры. Вот, собственно, большие данные Big Data, они позволяют строить вот такие деревья с учетом инфраструктуры и особенностей городов, которые говорят, сколько стоит квартира. Но на финале все равно человек, наверное, стоит, который видит цену, если она будет неадекватно высокая, он будет задавать вопросы. Или нет? Или автоматически она выдается? Она выдается автоматически, когда в нашем флоусе Джейми клиент заводит заявку, а продавец дает согласие, чтобы мы проверили эту квартиру, то сразу и покупатель, и продавец видят стоимость этой квартиры. Если они соглашаются, идет сразу сделка. Ну, выглядит как очень большой булыжник в огород оценщиков. Оценщикам точно нужно трансформироваться, потому что это реалии. Да, и в итоге, если называть про цифры этого продукта, цифровая ипотека, когда он запустился, какая доля рынка, сколько клиентов, какой объем? Мы запустились в 2021 году. За два года мы заняли долю рынка 60, ну, мы заняли долю рынка, наверное, за 7 месяцев с момента запуска 62%. Это без отбасы банка очищенная, да? Да, да, абсолютно. Это, ну, в частности, превалировала программа 7-20-25, где мы стали лидерами буквально за год. Там было порядка 10 банков-участников. Мы за 7 месяцев забрали долю рынка. И сейчас, в принципе, рыночная ипотека, там больше 50%, каждая вторая ипотека выдается нашим банкам. А какой объем и сколько клиентов? Порядка больше 300 миллиардов мы профинансировали. 300 миллиардов? 300 миллиардов. Сколько клиентов? Ну, десятки тысяч, это прям больше 20 тысяч займов. Да. Тимур, как пришла идея про цифровую ипотеку? Поскольку я понимаю, это же несколько лет, последних как минимум, это была такая витрина казахстанской цифровизацией. И вы презентовали этот продукт на очень многих международных формах. Идея родилась очень просто. Как раз один из моих коллег пытался взять ипотеку в одном из крупнейших банков с нашей страны. И меня тогда поразило, что они даже договор ипотеки пытались в Варде согласовать с банком в течение какого-то времени. То есть он там два месяца, они ходили кругами вокруг этого процесса, при том, что он был премиальным, очевидно, заемщиком. У него была хорошая кредитная история, большая зарплата на белое. И, ну, собственно, как бы довольно стандартная недвижимость, которую он с хорошим первоначальным взносом покупал. И вот у него как бы два месяца занял процесс согласования как бы этой сделки с его банком. В какой-то момент он психанул, сказал, слушай, как бы это я больше не могу. Давайте поговорим, как бы одолжи денег, потому что это какой-то пипец. Я быстрее заработаю на эту квартиру, чем оформлю кредит. И мы тогда, ну, тогда у меня, в общем, одна из, наверное, моих как бы идей родилась. Слушай, а что там можно делать столько времени? Нельзя сделать так, чтобы этот процесс вообще был мгновенный. Наверное, из вот этой вот мечты как раз попытаться понять, провалиться, а что там можно делать столько времени? И родилась, наверное, как бы сама идея. А дальше мы с коллегами как раз сидели и обсуждали, как можно было бы этот процесс оцифровать, чего нам не хватает для того, чтобы полностью убрать людей из цепочки. У нас было несколько раций. Аидос, на самом деле, с командой очень большую работу сделал. Я помню, что, наверное, ну, как это, я там пытался проявить полную нетолерантность к сохранению любых людей в самом бизнес-процессе. Наша команда банковская довольно долго пыталась отбиваться и оставить хоть какие-то контроли человеческие внутри этого кейса. Но в конечном счете мы... Победила молодость. Мы смогли создать аналоги всех, как бы мы смогли создать полные цепровые аналоги этих контролей, искали о том, что все-таки как это, нам не нужны люди внутри этого бизнес-процесса, потому что все, что проверяют эти люди, мы сможем проверить без людей, не жертвуя качеством этого процесса при этом. Ну, то есть если мы хотим, чтобы люди там что-то проверили, мы сможем это проверить без людей. Все то же самое, чтобы ничего не пострадало. И сколько времени составило time-to-market, время до выхода на рынок? Мне кажется, коллеги очень быстро это сделали. Три месяца. Три месяца? Три-четыре месяца. Мы купили банк, мы летом презентовали эту историю, при том, что мы купили банк и вообще назначили менеджмент в январе. Ну, то есть и летом мы уже презентовали готовый продукт, при том, что там пару месяцев корпоративные процедуры были, там вообще никто ничем не занимался, с некой разработкой. В марте мы приступили. Но я со стороны наблюдал, у меня сложилось это впечатление, что банк немного покупался под другую бизнес-модель, но в конечном итоге она вышла на такой активный розничный рынок. Не, мы как этот, мы видели большой потенциал в цифровизации истории. Мы говорили о том, что да, у нас есть корпор-бизнес, который в любом случае не даст нам умереть. Брокерский. И да, вот наш инвестиционный бизнес, обслуживание клиентов вокруг нашего брокерского бизнеса, оно для банка как бы и было, и сейчас является достаточно важной частью нас стабилизирующей. Но я вообще считаю, что именно благодаря этому мы смогли нормально встать на ноги и не наделать глупостей. То есть это же всегда дилемма, когда покупаешь полностью свернутый банк, в котором есть абсолютно все расходы, как у любого нормального банка, но нет еще ни кредитов, ни депозитов, да, тебе зарабатывать в общем не на чем. Там очень важно как раз, чтобы ровно в этот период ты не нахватал всякой фигни, ни на активную сторону своего портфеля, ни на пассивную сторону своего портфеля. Поэтому благодаря нашему ценобумажному бизнесу, благодаря нашему брокерскому бизнесу мы смогли как раз банку обеспечить, ну, мне кажется, там вполне логичную, понятную стратегию казначейскую в течение первого года жизни. И начали постепенно замещать как бы казначейскую историю, как бы историю уже вполне себе таких настоящих цифровых банковских продуктов, в которых мы не пытались срочно выдать огромное количество крупных кредитов каким-то крупным корпоратам, зачастую второсортным, потому что первосортным как бы очень сложно сразу быстро выдать как бы много денег, там конкуренция очень высока. И мы шли очень-очень органично на самом деле, как бы собирали этот бизнес прям... Возвращаясь к цифровой ипотеке, в какой-то момент это был, я так понимаю, уникальный продукт. Такого продукта не было ни в одном банке, ни в одной стране мира. И возможно, это продолжает оставаться так же, да? Кто-то повторил? Нет, никто не повторил. Безусловно, да. Мы на самом деле, мы искали реально бенчмарк, у кого можно чему-то научиться. Не знаю, модель оценки сделать, еще какие-то вещи сделать. Мы готовы были сесть в этот банк, познакомиться, но не нашли. Так как не нашли, ну окей, мы с коллегами сели и будем строить сами. И мы первопроходцы в этой истории. Рынок Казахстана... Ну, в Казахстане нет какой-то второй цифровой ипотеки, но какие-то элементы уже другие банки применяют. Например, регистрацию залога по технологии блокчейн. Она тоже там валялась на полке там несколько лет. Мы там подняли, встряхнули ее там и посмотрели, что можно в принципе в цон не ходить, а можно регистрировать залог в онлайне. Клиент подписал цифровую подпись, все, залог просажен, счет открыт, финансирование идет. Такие вещи начинают сейчас применять другие организации, тоже пытаются строить многие онлайн оценку недвижимости, потому что видят наш опыт, видят, что она в принципе отвалидирована, она уже там на больших данных обработана. Сейчас сколько занимает с момента обращения? Сутки, у нас все продукты за сутки. Есть рекорды, то есть если у тебя все идеально подходит, продавец, покупатель, вы там все договорились и так далее, может там у нас было там самое быстрое по ипотеке 2 часа. В целом да, 24 часа мы говорим, везде заявляем, потому что есть временные лаки, когда люди приезжают, не приезжают на сделку и так далее. А если поговорить про качество этого продукта и про его рентабельность для банка? Качество очень хорошее, но в целом рынок ипотеки очень хорош, да, там есть программы 7, 20, 20, 25 взять, то там NPL, не знаю, одна сотая может быть проценты, там очень низкий, потому что ставка очень вкусная и LTV, это отношение суммы займа к рыночной стоимости объекта, она тоже там высокая, хотя, потому что сумма займа небольшая, это 15 миллионов максимальная сумма займа квартиры, рост цены идет, и понятно, большей частью клиент участвует с первичайным взносом. Так что здесь нет проблем с качеством портфеля. Там с переоценкой же еще прикольно, когда у тебя появляется модель, в которой ты можешь мгновенно оценивать стоимость залога, ты можешь и переоценивать залог потом тоже, на самом деле в рамках мониторинга уже качество своего портфеля, то есть вот мы с ребятами тоже обсуждали, ребята тестируют сейчас, ну делают стресс-тесты на самом деле по обеспеченности предметов ипотеки. У тебя же меняется цена на недвижимость, она может увеличиваться, может уменьшаться, ты в зависимости от этого понимаешь, насколько хорошо у тебя обеспечен портфель. Я вот готов посмотреть, что, наверное, никто, рисковики никакого другого банка не могут настолько в реальном времени понимать, сколько стоит их предмет залога. Каждый месяц переоценивать все предметы залога в портфеле вообще. Это прям суперкрутая роскошь, я прям готов посмотреть, что никто больше. Это на практике, в своих моделях не используют настолько, что мы прям вот любой десятки тысяч предметов залога можем каждый месяц переоценивать. Банковский регулятор, банковские процедуры позволяют делать это без оценщиков, без института оценщиков? Они участвуют в процессе, но мы их просто сделали цифровыми, отцифровали, показали им новый стандарт. Сейчас, вы знаете, в самом начале, когда мы делали продукт, мы пригласили одну оценочную компанию, мы пригласили 6-7 оценочных компаний. Поверил один, он остался и говорит, что вы хотите сделать? Мы хотим оффлайн перевести в онлайн. Научили его, у него личный кабинет, своя цифровая подпись, мы ему выгружаем все эти вещи, формируем этот отчет. То есть, в формальном досье есть его лицензия, да, этого отчетчика? Да, есть, но мы просто сделали их цифровыми, и не нужно больше делать тех манипуляций, которые были раньше, достаточно верить большой математике, большим данным. А рентабельность этого продукта? Ну, рентабельность... Для вас? Ну, смотрите, опять, рентабельность зависит от масштабирования, да, то есть, они, конечно, рентабельны. Допустим, мы вот запустили сейчас кредитование индивидуальных предпринимателей в онлайне, последние три месяца. За последние три месяца мы проработали несколько сот тысяч заявок. Вот пришло заявок на 600-700 миллиардов, на 100-200 тысяч количество индивидуальных предпринимателей обратилось. Что мы для себя сравнили? Если бы мы работали в оффлайне, то нам нужно было там 400-500 только кредитных менеджеров. Я уже не считаю, там, филиалы нам надо было построить, капексы, компьютеры закупить, сеть протянуть, текучка, фроды, комитеты и тому подобное и так далее. А цифра позволяет, вот она масштабироваться. Вторая история, мы взяли и посчитали, а сколько стоят, какие расходы на выдачу одного займа и разложили это в промежуток времени. То есть мы посмотрели в среднем на рынке бизнес-кредит выдается от 7 до 14 дней. Мы выдаем за 2-4 часа. Вот если выдавать за 2-4 часа и у тебя нет участников, то это стоит тебе 40 тысяч тенге. Если ты выдаешь за 7 дней, то расходы на финансирование одного займа уже под 600 тысяч, 590, кажется, ребята, считали все точно. Если выдавать за 14 дней, это 1 миллион 150 тысяч. Вот теперь вот любую из этих сумм можно умножить на количество, которое ты обрабатываешь, либо которое ты выдаешь. Это миллиарды, миллиарды расходов, которые, собственно, идут нагрузкой на процентную ставку для клиента. Расскажи про ипотеку тоже. Вот вы считали эту цифру, я ее тоже потом писал. Сколько у нас операционная себестоимость выдачи одного ипотечного кредита была? Там в районе было 100 тысяч тенге. Кажется, я сейчас точно не вспомню. Там на 230 что ли долларов или что-то такое? Да, в районе 100 тысяч тенге было, да. Насчитали, при том, что недавно вот в США опубликовали статистику, сколько как раз расходы ипотечных банков и организаций на оригинацию одного ипотечного кредита в Америке. Это было 10 800. 10 800 долларов. 10 800 долларов, у нас 230 долларов. Ну, то есть вот сравните кост. Понятное дело, что в Америке... Ну, в Америке-то индустрия, в принципе, много-много-много миллиардная. Ну, то есть вот сам по себе бизнес ипотечных банков это миллиарды долларов операционных расходов, которые вот мы сейчас фактически не несем. Понятно, что у нас рынок меньше, у нас средняя сумма ипотечного займа гораздо меньше, но при этом мы имеем сейчас операционные расходы, но, по сути говоря, там, сколько в 50 раз меньше, чем в Соединенных Штатах. Наверняка еще сопоставление по эффективности количества сотрудников там на какую-то единицу портфеля, да? Активов есть? Есть все замеры. Ну, тут не нужно там, наверное, массу гипотеч, чтобы ответить цифровой банк. Он будет точнее, рентабельнее классического банка, исходя из всех этих показателей. Но даже взять динамику роста наших активов. Вот когда Тимур начал говорить, мы купили в январе 21-го года банк. Активы было 85 миллиардов банк. Сейчас за 2 года и 4 месяца наши активы составляют 1,5 триллиона. И мы зашли в топ-10 банков, в том числе благодаря цифровым продуктам и сервисам. Невозможно расти так быстро, если ты не цифровой. Персонал вырос на сколько за это время? Персонал вырос, тоже вырос. Нас было 300, но сейчас по 1000 человек. Но в основном это операторы контактного центра, что много звонков, много клиентов, и мы их саппортим, сопровождаем. Но если прийти в филиал и попробовать подать заявку, у вас это не получится, потому что у вас нет кредитных менеджеров. Вас максимум проконсультируют, как на сайте заполнить единый телефон. Ну, получается, разница, если у вас себестоимость одного кредита, повторю цифры, 40 тысяч тенге, если я правильно понял, и 14-дневный займ стандартный миллион 200, то разница в 30 раз у вас себестоимость ниже. Примерно так получается. С точки зрения менеджмента, управления банком, вот такая диджитализация что-то меняет? Безусловно, это трансформация, трансформация людей. В целом, я работал в разных банках, в разных странах. Кардинально меняется менеджмент, нет борьбы за ресурсов, когда у тебя единая стратегия, и IT, и бизнес, и вся группа понимает, что ты строишь цифровой банк, все хотят быть участниками, отсутствие борьбы за ресурсов, оно вызывает доверие. Менеджмент между собой доверяет, никто никого не дискредитирует, не саботирует. Все пытаются быть вовлеченными 24 на 7, участвовать в этих историях, потому что они делают тебя транссеттерами. То есть ребята, у нас парень, который занимается оценкой, изучил навыки IT, начал программирование изучать, и сейчас он считается одним, наверное, из крутейших оценщиков в Казахстане, он работает в нашем банке. И так каждый. Например, мы видим в рисках, мы не строим классические риски, мы риски приближаем, чтобы они управляли продажами, не только NPL, а пролорейтом. Это очень важно. Наши риски погружены глубоко в CGM клиентов. То есть они там приходят с идеями, говорят, нам надо вот этот блок убрать, потому что здесь конверсия падает, например. Мы хотим объединять маркетинг и data science. Собственно, когда аналитики говорят портрет клиента, то маркетингу легче персонально таргетировать на рынке, там профиль клиента изучать. И цифра, она вот прям стирает границы и дает больше доверия между сотрудниками. Второй продукт, я так понимаю, тоже популярный, это цифровой автокредит. Это был наш второй продукт. Второй продукт. А по нему какие цифры, какие показатели? Тут надо тоже такой шажок назад сделать. Когда мы научились квартиру оценивать, мы подумали, вот надо авто сделать в онлайне. Но задача нетривиальная, потому что движимое имущество, вот как не заглядывая под капот машины, сказать, сколько оно стоит. И нам не хотелось собирать дефектовые акты с СТО дяди Васи, который там напишет, там пыльники порваны, или там движок барахлит, или еще что-то. И за какую-то там фи он может этот дефектовый акт нарисовать. Ну то есть если это фронт, он там точно его нарисует. И мы опять-таки сели за, начали работать с данными. Ребят собрали большую аналитику. То есть мы, когда оцениваем машину в онлайне, опять-таки за несколько секунд, мы оцениваем продавца сначала, кто продает, как он владел этой машиной, перекуп он, не перекуп, были ли у него другие машины и так далее. Ребята оценивают сам автотранспорт, даже цвет машины влияет на риск. То есть регион была... Черная дорожа. Черная дорожа, белая, больше рисковая. Сколько было... Мы в Казахстане, черная дорожа. Вот. И попадало ли в ДТП, там страховые случаи, таксует оно, не знаю, в Яндексе и так далее. И потом уже оцениваем благонадежность самого заемщика. Вот, собственно, три компонента, они дают возможность выработать эти коэффициенты доверия, когда мы понимаем, например, что вы, ирахи, благонадежный клиент, и мы понимаем, что вы сами 10 раз ее проверите, прежде чем купить. Нам не нужно за вами бегать и собирать ваши бумажки. Но все это, безусловно, должно быть подтверждено цифрами. Сейчас продукт растет. Мы начинали с машин БУ на рынке. Занимаем рынку. В месяц растем. Было 37, сейчас нам больше 40%. И сейчас мы буквально пару месяцев зашли как рынок битуси новых машин. То есть это вот наша вторая история, где мы тоже хотим определенную долю занять. В госпрограмме участвуете? Нет, в госпрограмме не участвуем. Она же какая-то ограниченно усеченная. Там плюс есть ряд требований. Там, не знаю, филиальная сеть должна быть какие-то. Еще мы там планомерно открываем филиалы в каждом регионе. Но есть, собственно, очень мало там этой госпрограммы. Сколько там? 4 секунды там или 13 секунд говорили, что она распределилась. Вот, собственно, но мы видим огромный потенциал в целом на рынке машин. И эту историю мы делаем. Ставки какие? Ставки у нас от 20% годовых. Но всегда надо сравнивать. То есть там есть базовая, 17, там наша ставка 20-22 варьируется. Есть рынок. На рынке меньше 35% вы не найдете. Почему у нас дешевле? Ну, там есть много оснований. Потому что мы умеем таргетировать риск. Наши опексы, у нас нет людей. То, что я говорил, 40 тысячи против миллиона. Более низкая себестоимость. Существенно более низкая. Ну, и важно управлять рисками. То есть у нас каждый клиент таргетированно получает свой профиль риска. То есть мы не делаем средний риск на весь портфель, когда хороший заемщик платит за плохого. Это же относительно новый продукт. Сколько? Год? Больше года. Больше года, да? Ну, пока как бы про его качество так уверены, как про ипотеку. Да, но есть. Он же созревает. Мы же наблюдаем. Это не так, что мы открыли. Мы сначала выдали несколько миллиардов. Ребята замерили. Три месяца созревания произошло. Шесть месяцев. Дальше, собственно, начинают масштабировать. Мы делаем степ-бай-степ. Это обязательно, чтобы чистоту, НПЛ, держать в тех нормах, в пределах, которые мы видим. Какой же объем кредитов и кредитов? Порядка, наверное, 70 или 80 миллиардов. Мы профинансировали по машинам. У нас очень удивительно. У нас маленькие рынки, с одной стороны. Ну, то есть, у нас рынок ипотеки в целом все еще маленький. Ну, то есть, точно можно в 10 раз больше выдавать. Можно даже в 100 раз больше выдавать. Все равно это не будет чем-то экстраординарным. Но нужен источник денег для этого. Ну... Да, ипотека при 20% объем меньше, нежели, чем при 7%. Ну, конечно. Да-да-да. Нужно даже не то, что денег. Денег у нас много. У нас именно скорее нужны монетарные условия, соответствующие для того, чтобы это получилось. Нужна более низкая стоимость денег. А с автокредитованием та же самая история. Вот мы когда начали понимать, что тут же как, если ты условно под эффективную ставку под эффективную ставку в 35 размещаешься, под эффективную ставку там, не знаю, в 20-3, у тебя тоже совершенно разные размеры рынка. А там под 15 будет еще больше рынок. И у нас кредитование телефонов, насыщение кредитования там смартфона в рассрочку, он у нас невероятно высокое. Автомобиль в кредит у нас очень не сильно еще насыщенный рынок. И тут кажется, что то, что мы сейчас выдаем, становясь одним из лидеров этого рынка, условно говоря, уже как-то очень близко к банку номер один с точки зрения объемов выдачи. И это все еще как бы очень маленький рынок. Можно точно больше. То есть, ну, как бы, как вы прекрасно понимаете, при наших размерах экономики, при нашем населении сейчас, наверное, можно как бы выдавать сильно больше, чем 200 миллионов долларов. Третий продукт, насколько я понимаю, цифровой, это финансирование индивидуальных предпринимателей. Да, это история вдохновения и потенциала. Когда мы научились и получили результаты цифровой ипотеки и цифрового автокредита, мы обратили на рынок малого-среднего бизнеса. Мы увидели огромный пласт неэффективности. Опять-таки, что количество индивидуальных предпринимателей, там, их 1,4 миллиона. Потом посмотрели, что оценили 840 тысяч примерно, из них нуждаются финансирование разных программ, государственных, собственных программ. И, безусловно, мы также не хотели, ну, то есть, нам важно было сокращать время финансирования. Если у нас появляются процессы, это все влияет на ставку, ставка удорожается. Мы не хотели финансировать по 30, по 35, по 40, я не говорю уже по 50, мы хотели финансировать также по 20, 22. но как оценить индивидуальный предприниматель бизнес, не выезжая к нему на контейнер, не собирая его, там, не знаю, налоговую декларацию, чтобы он что-то прикладывал, еще что-то делал и так далее. И мы тут, собственно, аналогично построили весь процесс в онлайне, оцифровали процесс, перешли на модель оценки благонадежности, построили несколько ML-моделей, антифрод-моделей и запустили, по собственной программе сначала запустили, замерили, ну вот за 3 месяца к нам зашло заявок под 100 тысяч на 600-700 миллиардов. 100 тысяч индивидуальных предпринимателей в онлайне подали, невозможно делать в оффлайне это за 3 месяца, просто невозможно, я до этого считал, говорил, то есть, чтобы обработать такое количество, это вам нужна прям армия людей, офисы, очереди и так далее. И мы пошли дальше, то есть мы видим огромный пласт в государственных программах, Дому, Акиматовских, сейчас мы оцифровали программу Дому по программе там 7-8 процентов на пополнение оборотных средств, на инвест-займы. Буквально завтра вот у нас пресс-конференция, завтра расскажем рынок продукта. За 3 месяца свыше 100 тысяч индивидуальных предпринимателей обратилось на сумму свыше 700 миллиардов тенге. А сколько выдали? Мы выдали, ну у нас уровень одобрения держим где-то 20-25 процентов, ну вот собственно порядка 20 тысяч займов профинансировали на это количество. Понятно. что нужно индивидуальным предпринимателям быть, чтобы у него был высокий рейтинг благонадежности, какие суммы минимальные, максимальные? Мы финансируем до 10 миллионов без залога. Если свыше, то опять классный кейс в чем? В том, что мы можем в онлайне видеть недвижимость и сразу же ее оценить, сразу же сделать оффер. Вот собственно если у индивидуальных предпринимателей есть квартира, то мы можем профинансировать под залог этой квартиры до 100 миллионов тоже за 24 часа, не знаю, в пятницу вечером он может подать заявку и получить деньги сразу же за несколько часов. Рекорд был 30 минут один клиент у нас проскочил и получил. Сколько получил? 6-7 миллионов в тенге, это было беззалоговый займ. Основная характеристика недвижимость какая, если вы не смотрите его обороты по счетам, не смотрите налоги, декларации? Нет, мы смотрим какие-то вещи, у нас порядка 90 интеграций с государственными сервисами, безусловно, мы смотрим, но мы не собираем от клиента это. История в этом мы видим его налоговые платежи, мы видим, не знаю, что нет арестов на счетов, что он оплачет по налогам, мы видим его доходы, обороты, если в нашем банке оборотные средства не в нашем банке, видим наличие активов, отсутствие активов, видим, как он рос, сколько он занимается этим бизнесом, 5 лет или 6 месяцев. Там очень много показателей, несколько сот показателей, которые между собой коррелируют и в модели выдают в рамках стоимости. Какие-то рекомендации, допустим, индивидуальным предпринимателям, чтобы они наращивали свою кредиспособность по вашей модели, есть они публичные? Тут они стандартные, нужно быть больше белым, больше, больше абелляция нужно, безусловно, то есть больше сдавать отчетность, вести свой бизнес правильно, чтобы мы могли оценить, то есть все, что мы можем оценить, мы можем там условно иметь больше имущества в целом. Если вам лично почти ничего не принадлежит, то вы, видимо, и неблагонадежны, к сожалению. Если вы полностью живете по доверенности, это не очень хорошо для банка. Сейчас, какие основные вызовы вы видите для дальнейшей цифровизации? То есть, принимая внимание нашей предыдущей беседы, мы, я абсолютно поддерживаю тезис о том, что фундаментальная экономика подпринимательства Казахстана крайне сильно недофинансирована по разным причинам, начиная с базовой ставки, монетарной политики, в целом, может быть, каких-то обычаев делового оборота с низкой дисциплиной по возврату кредитов и так далее. Какие основные вызовы есть для дальнейшего развития по этому треку? Вы знаете, удивительным образом мы видим сумасшедший голод со стороны рынка сейчас на очень многие продукты, и кажется, что, ну вот, когда мы начали копать банковские вещи, у меня, по крайней мере, до сих пор достаточно стойкое ощущение, что в банке гораздо более неэффективная организация в среднем, чем те же самые там брокеры. Брокерам приходилось жить в гораздо более сложных условиях, коммерческих условиях, гораздо более сложный бизнес, гораздо меньше рентабельность при прочих равных. Банки находятся в гораздо более комфортных условиях. Это позволяет многим банкам, даже оставаясь чудовищно неэффективными, все равно выживать. И когда у тебя есть огромное количество твоих конкурентов, зачастую уже достаточно крупных, ну, то есть любые крупные организации не очень эффективны всегда по умолчанию. И им потом меняться еще очень сложно. то есть каким бы ты сильно цифровым не был, но цифровизовать банк с активами в несколько десятков миллиардов долларов невероятно сложно. Просто невероятно сложно. Когда ты это делаешь с банком, с активами еще там как бы в сотни миллионов долларов, в десятки миллионов долларов, когда ты начинаешь этот процесс, у тебя складывается вот этот майндсет, тебе потом проще как бы уже исходя из этого и расти. И выясняется, что вот мы там очень долго думали, Я очень долго думал о вот эти вот все, не знаю, возможности, окупить какой-нибудь банк, особенно из тех, которые покидали наш рынок. Я вот очень счастлив, что мы, наверное, все-таки никого не купили, потому что тогда, ребята, потратили бы колоссальное количество сил на то, чтобы объединиться с этими банками, интеграция. И не факт, что мы сейчас были более крупным банком в конечном счете, даже несмотря на то, что те банки, которые мы там покупали, они были большими на самом деле. Но мы зато смогли сохранить какую-то культуру, какие-то правильные подходы, а потом выясняется, что здесь как с этим склабхаусом пресловутым, когда они там 100 миллионов пользователей выросли за несколько недель, на самом деле, имея какую-то хорошую, правильную технологию. Здесь тоже выясняется, что добиться лидерства на рынке на самом деле совершенно несложно, если ты имеешь хорошо качественно цифрованный процесс без принципиальных узких горлышек. И вот у нас в стране, видите, как-то низкая конкуренция в банковском рынке, одновременно с этим продвинутые регуляторы, там, ну, как бы крутой АФР, крутой МЦРАП, крутые министерства, почти все, с кем можно взаимодействовать, не знаю, там, МВД, очень крутые. Огромное количество других служб, которые тоже с удовольствием отцифровываются, там, начиная от государственных агентств, всяких фондов поддержки, там, там, круг-круг-круг-круг работает, то есть там, ребята с ними тоже автоматизировали огромное количество процессов. Вот оно создало такие почти уникальные условия, потому что я вот сейчас не очень хорошо понимаю, где еще можно было бы повторить такую историю успеха, которая сложилась у нас в результате вот этих вот предпосылок. И мы, наверное, вот с точки зрения, опять же, предпринимательства находимся в такой вот, ну, кажется, что прекрасной стадии, когда мы смогли доказать жизнеспособность, ну, всех уже ключевых своих продуктов, все фундаментальные основы, ипотека, авто, МСБ. ИП. Ну, вот как бы, да, ИП и МСБ, там, на самом деле, я так понимаю, что... Юрлица вы пока не кредитуете, да? Нет, мы финансируем программы, что только, ну, немного другие, да. Ну, там, я знаю, что сейчас наши коллеги тоже работают над анбордингом, цифровым юрлиц, в том числе сложных юрлиц, там, с несколькими учредителями, там, где у них учредители физическими лицами являются, поэтому вот, ну, как бы, с крупными корпоратами больше брокер работает через интерайтинг и выпуске ценных бумаг, и это тоже, в целом, на мой взгляд, более правильный подход. А банк как раз с технологическими решениями для более мелких клиентов, то есть у нас нет никакого там крупной концентрации риска, на самом деле, кредитного на банке практически нет. То есть огромное количество независимых совершенно заемщиков разных, которых мы там хорошо понимаем, легко можем мониторить, и там кажется сейчас, что, исходя из потенциала продуктов, вот, как бы, можно там расти, 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 расти. Вот уже даже не выдумывая ничего, там можно, как бы, еще миллиарды, миллиардов выдавать. И, ну, там, как бы, прекрасно в целом пока вот все. То есть у вас препятствие для роста – это что, это база пассивов? То есть у вас запрос гораздо больше, нежели чем вы можете выдать, да? Да я отвечу, наверное. Препятствие для роста у нас – это самый большой вызов, это готовность нашей инфраструктуры. Вот цифра позволяет отвечать на вопрос, не где взять клиента, а готов ли ты его принять. Вот, собственно, ты планируешь 100 тысяч клиентов, к тебе полмиллиона приходят. Ты планируешь полмиллиона, ты уже к миллиону идешь. И, то есть ты в оффлайне не растешь, как в оффлайне, там, по системно, там, 10 клиентов сегодня, 15, завтра. Ты можешь в день, там, от 10 до 1000 просто в день вырасти. Мы вот за тем уровнем успеваем, там, у нас большая порядка 30 стартапов, да, там, не только крупные компании есть, там, Тикетон, Авиата, Сергек и другие его инвестиции. Мы посчитали, что в экосистеме, там, от времени 4-5 миллионов клиентов есть, и они не засетаплены в банк, хотя мы, как бы, вот одна экосистема, потому что мы должны быть готовы. Вот, собственно, мы сейчас работаем над тем, чтобы на сайзинг мы держали 5 миллионов клиентов. Мы понимаем, что в какой-то момент бесшовно этот трафик перейдет, мы всем дадим карты, продукты наши, платежи и тому подобное. Вот вопрос, самый главный вызов цифры, ты должен быть инфраструктурно готов. Из-за чего есть капиталов, а кадров, ресурсов? Не-не-не, зачастую, ну, в смысле, сервера идут по полгода. Ну, вот невозможно за один день купить сервер и поставить, чтобы его раскатать. Вот ты только получаешь, потом еще готовишь инфраструктуру, потом у тебя миграция происходит. Это эволюционные процессы, которые ты никак не сократишь. Ну, ты можешь 6 месяцев превратить в 4. Нет, с разработкой все хорошо. Там есть достаточно талантливые команды, все разработки у нас, инхаус разрабатывают местные, локальные ребята, казахстанцы, которые пишут наши решения. Но вот вопрос мощностей, железа, серверов – это время. И тебе нужно вот быть готовым, что ты можешь вырасти за 2 года, не знаю, с нуля, там, до 5 миллионов клиентов. Архим, знаешь, быть честным, нет проблем с пассивами. Несмотря на то, что мы никогда не держали ставку привлечения денег выше рынка, прапом никогда не держали. И сейчас мы депозиты дешевле самых крупных банков собираем. И при этом я не могу сказать, что мы, на самом деле, по пассивам еще быстрее растем, чем по активам. То есть у нас пассивы не являются сейчас тем, что сдерживает, на самом деле, наш рост. Наш рост сдерживает скорее как бы рисковики те же самые, которые модели там не успевают отвалидировать. И есть просто какой-то риск, который мы пока не хотим покупать по каким-то причинам. Сказать о том, что мы принципиально зажаты в пассивах – как раз такая довольно прекрасная ситуация. Нам надо успевать по капиталу расти, во-первых. Ну, то есть, и надо, чтобы мы успевали деньги зарабатывать для покрытия нового риска, который мы на себя принимаем. Чтобы наши модели были достаточно устойчивыми, чтобы мы не купили случайный риск, который мы не понимаем или который окажется существенно выше той цифры, которую мы закладывали туда изначально. Это больше сдерживает сейчас наш рост, чем там дефицит денег или там дефицит технологий. Добавлю, классный кейс с той же цифровой ипотекой. Когда мы запустили продукт, цифровую ипотеку, то мы видим, что там же есть вторая сторона – продавец. Собственно, продавец тоже открывает счет в нашем банке. И мы, собственно, финансируем покупателя. От покупателя идет расчет с продавцом. И мы видим, что там 35-40% клиентов, которые продали квартиру, они держат депозиты в нашем банке. Более глобальная история, когда мы сделали программу 7-20-25, мы пошли и изучили боль строительной компании. Им нужны деньги еще вчера, ну, чтобы там купить новую землю, там рассчитаться и так далее. Когда мы сделали процесс, что через минуту после сделки деньги на твоем счету, если ты в нашем банке держишь счет, собственно, 500 строительных компаний. Мы не ходили, не презентовывали, не стучались в каждую дверь. 500 строительных компаний пришли, открыли счета. Безусловно, финансируя, с одной стороны, они держат остатки, обороты на своих счетах в нашем банке. И, собственно, и пассивная часть растет, и активная часть растет. И вот этот продукт локомотивный, да, казалось бы, тока вроде клиент, но под ним прям вширь целая экосистема клиентов. Это и РКО, это и какие-то контракты, и переводы, и так далее, и тому подобное. И зарплатные проекты этих же сотрудников строительной компании. То есть копать там можно очень много. Если говорить про рост, раз мы пошли в эту сторону, показатели доходов на активы, доходов на капитал, РОА, РОА, у вас выше среднеотраслевых? Они точно, мы точно выше среди рынка. Ну, то есть если там среднюю взять, я сейчас не вспомню. То есть и РОА, и РОА, да, 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 повыше. Темпы прироста, у нас очень прикольные темпы прироста. Рынок растет, рост там на уровне 13%, у нас там сотни процентов. Активов рост? Рост активов, да. А если говорить про доходность, какие это цифры? Мы в топ-10. В топ-10, да. А кто топ-3? А, ну, Халык, Каспий и Евразий. Ты про активы или про рентабельность активов? Про доходы, да. Доходность на активы, доходность на капитал. РОА, РОА. То есть по логике, если у вас очень низкая себестоимость, условно в 30 раз ниже, чем среднерыночная, у вас должна быть очень высокая доходность на активы и на капитал. Ты знаешь, у нас, ну, то есть как это, когда мы купили банк с капиталом 18 миллиардов, если я ничего не путаю, как-то так примерно? Примерно, да. А потом мы докапитализировали его на 20. Плюс 20. Плюс 20 еще сделали. И сейчас 74. Сейчас уже 90. 90? Да, ну, с учетом... Я отстал чуть-чуть, видимо, уже от этого. И сейчас у нас под 90, ну, то есть вот как бы весь наш кэшин, это 18 плюс 20, то есть мы 38. Мы вложили в банк вначале, причем, ну, не забывайте, что у нас огромные капексы есть тоже. Мы покупаем серверы, мы строим свои филиалы сейчас, мы настраиваем огромное количество процессов, мы тратим много денег на разработку и создание нашей базовой инфраструктуры, на которой мы сейчас полагаемся. И при этом мы, несмотря на то, что мы в активной стадии вообще закладывания фундамента, мы все равно рентабельно для своих акционеров остаемся. Ну, и тут нужно важно отметить, что мы не жадничаем. То есть если ставка трансфертная, да, стоимость денег на рынке там 16-75, ну, 17 процентов, то разница между ставкой базовой и нашей в 4-5 пунктов, там, 20-22 процента. Кстати, точно так же, как в Америке. Ну, то есть меня это всегда поражало, потому что среднепроцентная маржа в Соединенных Штатах примерно на том же уровне, что и в Казахстане находится, при том, что кредитного риска там объективно меньше, в силу многих причин. Да, то есть это 0,5, 1 процент это опексы, 1-2 процента риски и 1-2 процента маржа. То есть если посмотреть рынок, ну, то есть опексы это уже 6-7 процентов, риски 8-9, потому что они усредняют в целом. Ну, и маржа там, не знаю, там надо держать все эти непредвиденные оффлайн-расходы и так далее. При этом, видишь, у нас не очень может быть сейчас, ну, может быть, не самый высокий возврат на активы, если смотреть там между, ну, буквально на наши какие-то валовые, валовую рентабельность активов, в том числе за счет того, что у нас очень большой портфель государственных ценных бумаг у банка есть, там, государственных бумаг, бумаг там, национального банка, и у нас все еще портфель ценных бумаг достаточно большой, то есть мы совершенно не полностью экспозированы в какие-то кредитные продукты. У нас боль, подавляющая большинство всех активов банка, это ликвидность, на самом деле, ну, то есть это государственные бумаги, там, или бумаги, там, приравненные по статусу государственной бумаги национальных компаний, ну, то есть то, что, по идее, можно всегда очень быстро продать или заложить, и вот этой вот избыточной ликвидности, на самом деле, которую теоретически еще можно превратить в кредитный портфель банка, их там еще сотни-сотни миллионов долларов. У вас судный портфель сколько? Миллиардов шестьсот миллиардов, шестьсот миллиардов, а активы один, полтора триллиона. Ну, то есть у нас, на самом деле, там, по ликвидным активам запас еще очень-очень большой, и у нас надо понимать, что вот процентная маржа в портфеле ценных бумаг, в том числе государственных, она существенно ниже, чем в кредитном портфеле, поэтому для зрелого банка, у которого ценных бумаг гораздо меньше, кредитного портфеля, более рентабельного, гораздо больше. То есть у него, в целом, он еще по этой причине должен быть, по идее, чуть-чуть более рентабельным, хотя и чуть-чуть менее устойчивым. То есть у нас зато буфер ликвидности выше по факту. Хорошо. Ну, узкобутылочный курошка, если я правильно понял, сервера, инфраструктура. Ну, время, так скажем. Время на развитие инфраструктуры. Тимур, возвращаясь к теме большого кредитного голода и большого потенциала, и недофинансированности экономики, вот, наверное, ключевые сферы какие-то? Корпоративный сектор. Что мешает расширению кредитования корпоративного сектора и его цифровизации? Для корпоративного сектора главным стопором является стоимость денег. Ну, то есть осмелюсь предположить, что в корпоративном секторе было бы гораздо больше спроса на деньги, если бы они были просто дешевле. Ну, и было бы меньше механизмов государственной поддержки, когда ты имел бы такие же деньги, как по господдержке, но без господдержки. Вот в этом случае осмелюсь предположить, что рынок бы рос значительно, потому что, знаете, когда у тебя валютный курс стабилен, и корпораты платят, ну, не знаю, 19% годовых, и фактически платят 19-годовых в долларе при стабильном к долларе тенге. И это много. И неважно, сколько у тебя инфляция, на самом деле, это все равно очень много. Но есть риск непредсказуемой значительной девальвации. Я понимаю, этот риск существует, он тоже заложен, наверное, во много вещей, но я просто хочу сказать о том, что для корпоративного сектора вот высокая номинальная ставка в любом случае является причиной отказаться от большого количества инвестиций. То есть те компании, которых ты кредитовать хочешь, которые эти деньги собираются действительно возвращать, они будут два раза думать, нужны ли им такие дорогие деньги вообще. То есть потому что если бы деньги были сильно дешевле, они бы решились на много инвестиций, на модернизацию, на производство, расширение его, и на многие другие вещи. То есть поэтому, наверное, именно для крупного бизнеса наиболее заградительной является денежно-кредитная политика. Для малого-среднего бизнеса смелюсь предположить, что он настолько в высоком голоде находится, что он близок к потребителям и не очень чувствителен к стоимости финансирования. Хотя, опять же, он-то готов платить, наверное, 25, но ему никто и 25 не дает, ему дают 35. И когда мы эту ставку опускаем до 25, то уже получается колоссальный спрос огромный, который непонятно как удовлетворить. И повторюсь, если нашему бизнесу просто дать больше денег для того, чтобы они могли спокойно работать, дать прозрачные механизмы для того, чтобы это финансирование... Были понятные правила игры, а что нужно делать, чтобы это финансирование получить? Вы знаете, даже вот кредитование предпринимателей под залог недвижимости, это, в общем-то, как бы далеко не секрет успеха. Ну, то есть предприниматель может не только под залог недвижимости кредитовать, но даже эта часть жизни, она настолько недоносна сейчас. Если ты создаешь процесс, в котором это быстро и прозрачно можно сделать, там можно выдать десятки миллиардов долларов в Казахстане, даже под самую простую историю. Без всякого хитрого проектного финансирования, без всякого, не знаю, хитрого залога прав нитропользования или прав аренды, или других вещей, в которые там можно проваливаться, и в которых тоже может быть очень большой потенциал. Боюсь, что даже в самых простых вещах там есть, повторюсь, почти какой-то неограниченный потенциал. И вот это насыщение наших предпринимателей деньгами, мне кажется, может дать тот фантастический эффект и привести к... Искомому росту экономического благосостояния. Да, к искомому росту нашего валового внутреннего продукта. У нас президент недавно совсем тоже выступал, говорил, что его можно удваивать. Ну, меня всегда удивляло вот такое пренебрежение вот этим очевидным источником для стимулирования и экономического роста, и экономического благосостояния, таких как расширение просто кредитования экономики. То есть мы, все правительство Акимата бегают за иностранными инвестициями, тогда, когда гораздо быстрее и более значительно с точки зрения создания рабочих мест может дать казахстанский бизнес, который просто надо расширить кредитование. Ну, вот смотрите, у нас уже на самом деле инфляция в месячном выражении пока, не в годовом еще, но в месячном, если мы результаты последнего месяца посмотрим, то у нас уже там, ну, как бы там 10-9%. В целом инфляция, там, рубль ослаб, тенге подорожал к рублю, импорт из России стал дешевле, доллар остается стабильным. Там есть много факторов, которые на самом деле приводят к тому, что темпы роста цен в любом случае уже как бы перестали быть. Если у нас тенге начнет становиться чуть более доступным, его не надо делать бесплатно. Как бы даже если он вернется хотя бы снова к стоимости условно около 10%, тоже будет большим таким релифом, который подтолкнет этот экономический рост, и для него действительно сократит и расходы правительства на субсидирование этого всего, расходы Минфина на обслуживание госдолга, которые сейчас тоже невероятно сильно выросли именно из-за вот этих очень высоких ставок. И в конце концов сократит вот эту премию за безделие так называемое. У нас столько молодых людей сейчас, которые хотят что-то делать, которые хотят как-то что-то вкладывать в развитие своего дела, и у которых есть активы какие-то, у семей которых есть какие-то активы. Понятное дело, что мы не должны там венчурными капиталистами выступать, мы должны давать деньги только тем, кто их реальность может потом вернуть в любом случае, даже если у него что-то не получится. Но даже таких людей у нас очень много, и вот именно эту часть жизни, ее надо пытаться насыщать деньгами, и в этом есть огромный ключ к нашему экономическому росту. Можем расти, вот правда, сильно быстрее, и кажется, что уже для этого появляются прям все предпосылки. Ну и что самое главное, как это, нам же удалось, ну вот давайте вспомним последнее послание главы государства, которое было летом прошлым. Он там говорил об этом, ну достаточно понимает, вроде вот эту часть жизни очень хорошо, эту часть нашей экономической повестки. Если сейчас условия сложились, и мы сможем, ну как-то вот объединить наши усилия с правительством, с Национальным банком, как-то вот в одну сторону мы наконец синхронизируемся и поверим в эту часть жизни, мне кажется, это может быть просто потрясающий момент вообще для нашей страны. Абсолютно согласен. К сожалению, пока этого не происходит, но будем надеяться. Если мы говорим про цифровизацию, оценки рисков корпоративного сектора предприятий, что мешает? Мне кажется, Тимур тут раскрыл достаточно хорошо этот вопрос демократизации условий. По цифре, да. Нет, если вам, допустим, стоит задача разработать модель оценки рисков, автоматизировать ее, максимально оцифровать. Я думаю, что это можно сделать. Ну вот мы идем последовательно, там малый бизнес, потом средний бизнес, корпорат. В корпорате есть много нюансов, особенностей, там с точки зрения бизнеса нельзя взять ее, подвести под стандартную часть. Мне бы, допустим, если бы я работал у вас, мне бы мешало то, что в отличие, скажем, допустим, даже от России, у нас не раскрывается информация об оборотах компаний. То есть есть информация про налоговых платежах, но мы не можем посмотреть ее отношение к оборотам компании. Знаете, Рахим, когда у нас еще был российский бизнес, мы входили в топ-10 российских компаний по выручке. Где-то между Pepsi-Cola и Danone, что ли, я не помню. Но, в общем, как-то очень круто это все смотрелось. У нас просто потому, что была большая собственная дилерская позиция, компания, которая там имела на бирже большой оборот, и ее оборот там же висел, где оборот Pepsi-Cola, которая продавала. У нас была выручка тогда, формальная выручка от торговли ценными бумагами, была, ну, несколько там, 10 миллиардов долларов, что ли, при маржинальности в 2 миллиона долларов. Или что-то в этом духе. Поэтому это нам, наверное, точно бы помогло, но крупный бизнес весь настолько специфичен, чем больше данных, тем лучше. Была бы раскрыта информация по выручке, это бы помогало, но для крупного бизнеса, когда ты, условно говоря, целишься, не знаю, в топ-1000 компаний в нашей стране, в топ-300, которые ключевыми налогоплательщиками являются, там вот вообще как бы вся практика говорит о том, что вот эти компании, они должны всегда синдицированно финансироваться на самом деле. Их вообще никогда один банк не смотрит. В развитых странах эти компании кредитуются через размещение ценных бумаг, которые потом выкупают консорциумы разных банков. То есть есть какой-то консорциум организаторов, несколько крупных брокеров во главе с кем-нибудь. Они готовят проспект эмиссии, структурируют залоги все к этому облигационному займу, если надо. И потом этот выпуск покупают все остальные 20-30-200 банков, сколько их там есть, планомерно аллоцируя каждый на себя какой-то кусочек риска. И мы таким образом решим в том числе проблему, как кредитовать крупный бизнес, потому что, ну, у нас, не знаю, у нас у крупнейшего банка, мне кажется, сейчас собственный капитал сколько там, 3 миллиарда долларов. То есть он теоретически может принять на себя риск, ну, 600 миллионов долларов. Это прям вообще как бы вот потолок потолка. То есть у нас вот корпоративный кредит больше 600 миллионов долларов по прудикам, выданный казахстанским банком, представить невозможно. Очевидно, есть проекты даже у наших нейтропользователей многомиллиардные. Ну, не знаю, какой-нибудь Актагай, тот же самый, который там реализовывался, это проект с капексом, ну, вот там, если я не ошибаюсь, больше миллиарда долларов точно. И они часто как раз финансировались в иностранных банках, у которых был капитал там в десятки миллиардов долларов, которые могли финансировать такие проекты, выдать, не знаю, 2 миллиарда долларов кредитную линию там на эту компанию. Мы такие вещи сможем сделать, если этот выпуск, который мы сделаем, не знаю, выпуск на миллиард долларов, его, условно говоря, купит 10 казахстанских банков разного размера. Поэтому я вот больше верю в то, что наши крупные займы, они должны получить, вот мы там сейчас вместе с регулятором, вместе с биржей проработаем как раз. У нас есть весь функционал для этого, международный финансовый центр со всеми возможностями. Кто-то уже подбирается, поступает к подобным сделкам? Ну, вот мы как раз активно на этот счет и копаем сейчас. Я вот искренне уверен, что мы должны стремиться не к такому классическому, сверхкрупному банковскому корпоративному кредитованию. Такой инвестбанковской, скорее, модели, когда мы делаем выпуск ценных бумаг, который потом продается и банковским в первую очередь, и не банковским, там, не знаю, пенсионным фондом, страховым компаниям, паевым фондом каким-то, частным инвесторам, которые тоже могут сюда добавляться и давать рынку вот эту критическую массу недостающую. Потому что одного банка, даже там двух крупных банков, не хватает, чтобы профинансировать многие наши проекты, которые есть. Если говорим про средний корпоративный бизнес и беззалоговое кредитование, есть перспективы цифровизации? Безусловно, есть все, что позволяет получить все данные, которые мы там видим, то это все, что мы видим, все, что мы можем потребить, это, безусловно, все подлежит цифровизации. Есть сложности, ну, опять, какой? Средний бизнес у всех разный, да, там, если мы там должны видеть управленческую отчетность, да, там, ты ее не получишь нигде. Не из государственных органов, не из каких-то баз данных, это только, вот, собственно, финансовый директор тебе ее отправит, ее нужно анализировать, у тебя должны быть специальные аналитики. Это можно автоматизировать, безусловно, мы сейчас рассматриваем и товарищество ограничено ответственностью. Мы говорим сейчас больше про инвестиционные займы, правильно? Да, корпоративные займы, средние займы, да. Но вот это не совсем будет та магия, которая есть для розницы, для индивидуальных предпринимателей, там, за 24 часа, условно, за несколько часов ты сможешь получить доступ к деньгамочным оперативам. Все равно тут нужно более углубленно изучать и смотреть. Ну, завершая нашу беседу, наверное, имеет смысл спросить про то, что цифровизация, она как-то унифицирует подходы ко всем клиентам, а есть ли какая-то персонификация, кастомизация услуг? Я не думаю, что она унифицирует, но точно процесс, он, да, унифицированный. Когда ты проходишь там вот 6-3 шага или 6 шагов, когда тебе нужно там завести ряд данных, пройти биометрию, там, идентификацию, собственно, пройти скоринг и там открыть счет и получить займ. Но продуктовая часть, она таргетируется, исходя из твоего профиля, когда ты, собственно, делаешь даталейк или там хранилище данных, и ты видишь своего клиента, ты можешь ему какие-то персональные офферы сделать. Ты видишь его лайфстайл-стримы, там, если ты катаешься, там, не знаю, на лыжах, ты можешь там страховой полис ему выписать на один день. Если у него есть авто или либо недвижимость, ты можешь застраховать его машину, заранее застраховать. Если ты можешь заранее оценить его активы, ты можешь ему сделать офферы в финансировании. Если он по профилю более благонадежный, ты можешь ему снизить ставку и тарифы и так далее. Поэтому цифровизация, я думаю, что это больше про персональное таргетирование. Тимур, немного вопрос про экосистемы. Насколько я понимаю, какая-то часть, в том числе, казахстанских успешных банков из крупных, они пошли в экосистемы. То есть такие платформы, в которых они предоставляют гигантское количество своих услуг. Ну, в первую очередь, я так понимаю, по модели Амазона они выступают торговыми площадками и с финансовым продуктом. Соответственно, это дает им преимущество перед другими электронными торговыми площадками и преимущество перед другими банками. Вы в эту сферу не идете? Ну, смотрите, мы собственный маркетплейс не строили и нам казалось, что вот наши ключевые продукты, с которыми нам сейчас проще конкурировать, это скорее в некой дифференциации, в том, что мы старались стать энейблерами для площадок наших партнеров, когда мы им просто давали, условно говоря, там свою, как платежную страницу, то есть кредитную страницу, да, наверное, то есть некий универсальный способ, когда ты можешь оформить... Торговые сети, да, имеется? Да, когда ты... Ты можешь на сайте торговые сети оформить нашу рассрочку, и так можешь сделать не только крупные сети, которые это умеют делать сами, вложили очень много в свое IT, но и ребята там гораздо более маленькие. Когда ты не пытаешься там бегать за трафиком своего партнера и говорить всем, покупайте все только на моем сайте. Ты приходишь к ним и говоришь, ребята, не вопрос, покупайте на своем сайте, продавайте на своем сайте. Мы просто дадим инструмент, который вам позволит продавать в рассрочку, не меняя интерфейс, не меняя его привычек, не меняя каких-то других вещей. Поэтому я верю, что экосистема, она может заключаться по-разному, и вот это вот правильное выстраивание партнерства, когда ты где-то, может быть, и не тянешь одеяло на себя, не пытаешься... То есть банк же не должен со всеми своим клиентами пытаться конкурировать в чем-то. Кто-то же пошел в эти суперапы? Ну, как это... Суперапы... Ну, тоже, наверное, идем в суперап в какой-то мере. То есть мы говорим о том, что клиенту в одном интерфейсе зачастую, когда ты ему создаешь какую-то защищенную среду, ему могут быть доступны разные продукты. То есть ты можешь там видеть, грубо говоря, сразу все свои карты, все свои брокерские счета, все свои страховые продукты тоже можешь видеть в одной истории. Не знаю, там, цифровые документы, госслуги. Ты можешь даже увидеть, во сколько оценена твоя квартира, в которой ты живешь. Мы же построили модель, мы можем любую квартиру оценить. Мы можем тебе показать примерно залоговую стоимость твоего имущества, которым ты владеешь. Ну, просто для информации, даже если ты не собираешься его там продавать или закладывать. Поэтому мы в эту сторону тоже на самом деле как бы активно идем и понимаем, что здесь... Ты видишь, как вот... Если... Вот... Айдос мне с коллегами дарил игру, монополию, на этот, на день рождения, на прошлый. И там... Вот... Современная монополия, она не про... Как это? Она не про улицы в городе, в которой ты должен своими магазинами закрыть. Она скорее про стримы определенные, стримы данных, поведенческие вещи. Ну, то есть там, чем большим объемом информации ты обладаешь, чем больше процент потребности ты закрываешь, тем дешевле стоимость привлечения клиента, удержания клиента, тем более точные в конечном счете настройки ты можешь сделать, тем больше шансов, у тебя будет шанс дать самое лучшее предложение своему клиенту сделать. Ну, то есть, если твоя задача как бы выиграть конкуренцию по цене, тебе нужно научиться лучше всех оценивать риск. И тогда ты сможешь не в убыток себе, грубо говоря, дать клиенту наименьшую цену. Вот это вот как раз попытка хорошо понимать разные аспекты деятельности твоего клиента и за счет хороших глубоких интеграций экономить время клиента, лучше понимать стоимость риска, лучше понимать много других вещей. Оно приводит к тому, что ты начинаешь получать такие нелинейные преимущества над теми игроками, у которых этих данных просто нет, этих интеграций нет. То есть они, грубо говоря, довольно много чего о клиенте не знают из того, что ты о нем знаешь. Они вынуждены платить за доступ к клиенту, за внимание клиента зачастую гораздо больше, чем вообще моржа этого продукта или этой услуги. С одной стороны. С другой стороны, чем больше продуктов и услуг ты продаешь клиенту, тем больше стоимость этого клиента внутри экосистемы. Сейчас цифровые банки говорят о том, что клиент тысячу долларов, может быть, он даже больше стоит, если ты этого клиента способен окружить еще большим количеством востребованных для него сервисов. Именно в тот момент, когда они клиенту действительно нужны. У нас ведь страхование часто не развивалось именно из-за того, что стоимость продажи клиенту полиса была больше, чем стоимость самого полиса. Ну, то есть, как продать клиенту полис, не знаю, если он у тебя когда-то с парагорной лыжи говорил, что он на чембулак поехал. То есть, это же надо о нем кучу информации собрать. Надо сидеть, ему этот полис выписывать. Сколько времени это занимает? Сколько вообще? То есть, рентабельно ли продать ему полис стоимостью 300 тенге? В мобильном приложении, когда ты ему ровно в этот момент, когда он туда едет, оплатил, не знаю, покупку абонемента, ты ему как бы прислал пуш и спросил, типа, хочешь там за 200 тенге застраховать себя на ближайшие два часа? Для него это просто ответ «да». А если ему для этого надо посадить какого-нибудь человека, чтобы ему полис выпить? Вот моему анкету из 68 вопросов задал с подтверждающими документами. За 200 тенге у него никто выписывать даже не будет. Это просто точно нерентабельный продукт. Вот исходя из этого, у банков есть информация, сколько они на конкретном клиенте зарабатывают? Ну, допустим, на комным итогом. То есть этот клиент с нами там 3 года, и мы на нем заработали на всей совокупности услуг. Нам очень хочется верить, на самом деле, что если, что в масштабах экосистемы мы когда-нибудь это соберем. Но сейчас, наверное, IDOS знает, сколько он на своем клиенте точно зарабатывает, но вся экосистема пока, к сожалению, понятия не имеет, сколько общий доход. Каждый считает, безусловно, субъективно, объективно, acquisition cost клиента. Я добавлю к Славу Тимуру про экосистему. То есть мы выбрали путь, когда, что еще важно, почему мы интегрируемся с крупными ритейлерами, с нашими стартапами, которые в холдинге и за холдингом. Очень важный момент, что они все технологичны. То есть нет желания всех анбордить к себе, приходи, скачай наше приложение и только тогда ты получишь наш финансовый продукт. Мы можем замыкать цикл продажи их своим финансовым стривом и делать вот этот бесшовный переток трафика. Так ты можешь растить быстрее и у тебя acquisition cost, когда ты привлекаешь к себе в некий агрегированный апп, либо ты стендалон, собственно, интегрируешься в эти финтех-компании, которые в рамках сквозной авторизации ты можешь, в принципе, замкнуть цикл продажи, то это дает тебе не меньше, не больше импульс. Те ваши коллеги-конкуренты, которые пошли в философию экосистем, они же есть, насколько я понимаю, один из самых популярных продуктов, условно назовем он 0024. И рентабельность этого продукта, я подозреваю, очень высокая. Если сравнивать примерно ту же самую покупку, но которая происходит у вас в коллаборации с торговой сетью, вот как там распределяется эта прибыль? Я тут смелюсь предположить, что 0024 далеко не самый рентабельный продукт и наших конкурентов, это скорее такой способ генерации аквазиции дешевого трафика. Маркетинговый продукт. Да, это маркетинговая история, которая позволяет тебе получить, ну, то есть, во-первых, их задача какая? Собрать какой-то трафик, самый качественный трафик, небольшой его доли отправить в этот продукт, на котором они очень немного заработают, если заработают вообще. Какую-то часть перевернуть уже в гораздо более дорогой кредит, который совсем не 0024. Я просто, вы не экспериментировали, как у вас эксперимент был с форшевыми объявлениями и перепроверкой? У нас есть эти продукты. Имеется в виду, вы не пробовали заходить сами как клиент в эту экосистему? Я пробовал. Вот, соответственно, вот от того, что ты зарабатываешь, банк забирает 40%. 40%. Накрутка составила, то есть, доходность годовых. Возможно, это кредит. Нет, нет, там, условно, это Фен и Дайсон. Фен и Дайсон, который ты тут в Матик купил. А, стоимость товара у ритейлера, пять фенов, выставил в магазин, накрутку сделал там 120%, чтобы выровняться с той ценой, по которой она стоит. И заработал доходность годовых за две недели под 800% годовых. Из них 40% отдал этой экосистеме. Завидуем. Нет, вот я просто посмотрел, что под капотом у этого продукта. Ритейлерис только не платит, поверьте. Я вам могу показать все документы, цифры этого моего эксперимента. Я просто пытался понять, что это. На самом деле, там такая высокая доходность, там очень маленькие, маленькие. Ну, может, это чиномен фенов Дайсон? В каких-то отдельных сегментах. На самом деле, насколько мы понимаем, основная часть всего этого постбизнеса это насобирать хороших клиентов на таких вот ноль-ноль продуктах, а потом им продавать кредит за 45% годовых. Ну, я рекомендую перепроверить. Вот, условно, повторить с фенами Дайсон такой эксперимент. Ну, да, это действительно это история про жизненный цикл. Если вы будете смотреть вот в продукты все-таки крупнейших розничных сетей и в электронику, ну, типа, там, телефонов, не знаю, мобильных телефонов, компьютеров, то там за 15% идет, на самом деле, очень большая битва как бы в таких вещах. Но, с другой стороны, цена у ритейлеров у всех выровнена. Правильно же, там, условно, там моржат, тем не менее. 749 тысяч тенге у всех, она одинаковая, в любой вы зайдете. То есть, ну, это говорит, наверное, признаки определенного сговора и признаки того, что там в цену зашито вот эта рентабельность. Это рекомендована розничная цена, которую диктует, на самом деле, глобальная компания, которую это продают. То есть, Apple приходит с рекомендованной розничной ценой айфона в Казахстане, на полке находится, если ты хочешь официально вообще им торговать. Но, повторюсь, там, как бы, такой рентабельности в айфоне, например, моржа белого дилера, она там от 8% до в отдельных случаях 12%. Это уже прям суперкруто и там, в общем, особо не размахаешься. А на них приходится основной вал, потому что, будем честны, на фене приходится не очень большой процент всех денег. Согласен. Друзья, я хочу поблагодарить вас за беседу. У меня сразу вспомнилась аналогия. Есть такой замечательный документальный фильм про банк Тинькофф. Еще до вот этих всех событий они выпустили. Он один такой, кто не смотрел, я рекомендую посмотреть. И там вот рассказывается очень динамично, с одной стороны, с другой стороны, очень проникновенно история цифровизации этого банка, порождения. Я думаю, что в какой-то момент вы точно заслужите того и испытаете потребность, и рынок испытает потребность, чтобы все-таки был полноценный такой документальный фильм о вашей истории успеха цифровизации. Спасибо. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok